Всем привет! С вами Фелис, и сегодня у нас распаковка довольно редкого, фотогеничного и загадочного коня. Все потому, что в интернете я смогла найти лишь немного информации о нем. Сейчас на ebay его продают всего лишь пару человек, а на ютубе я вообще не нашла ни одного нормального обзора на эту фигурку. Именно поэтому сегодня снимаю свой. На фоне у нас снова наш Геральт в тазике, без него не обходится ни один ролик, это уже традиция. И, конечно, единственный неповторимый, самый любимый мой Татилос. Посмотрим, сможет ли сегодня наш новый Брейер переплюнуть этого вороного приятеля. Нет, конечно, это мой самый любимый в мире конь. Ну и не будем долго тянуть, начнем распаковку. Ой, мне-то потом мальчировать, наверное, миллионы лет. Я забыла ножницы, так и знала, блин. А запись вообще идет. И вот он. Это Брейер Джон Уэйнс Дьюк, The Wonder Horse, Famous Movie Horse. Длинное очень название, так что дальше в видео будем называть его просто Дьюк. Не знаю, насколько это правильно, но выговаривать такое огромное название довольно-таки тяжело. Итак, лошадь Джона Уэйна. Как я уже и говорила, в интернете очень мало чего написано про него. Главное, я нашла, кто такой Джон Уэйн. Он снимал фильмы в стиле вестерн. В его картинах часто, конечно же, были лошади. И вот именно этот конь был даже в нескольких его фильмах. Я прикреплю фотографии. Извините за качество, только такие я смогла найти. Также я узнала, что в серии лошадей Джона Уэйна был не только этот светленький красавец. Я насчитала всего четыре, возможно, есть больше. Они тоже все разные, очень красивые, но их, наверное, достать намного тяжелее, чем вот этого. Он выпускался в 2007 году. Это Special Run. Копий, скорее всего, было сделано не так много, но информации о точном количестве тоже не нашла. Ну а мы начнем, пожалуй, с обзора коробки. Мне он достался хоть и новый, но состояние коробки оставляет желать лучшего. Вот здесь вот сбоку есть надпись о том, что часть денег, вырученных с продажи этого коня, пойдет к какому-то национальному фонду, какой-то организации. Заметьте, вот здесь вот есть логотипчик Brayer, и он старой версии. Сейчас он выглядит немного по-другому. Сбоку нам говорят, что это для ребятушек от восьми лет, не младше, извините, такого коня не дадим трехлеткам. Далее написано, что бесплатный каталог внутри, спойлер, его там нет. Видимо, кто-то вытащил, потому что владельцев у этого коня, скорее всего, было несколько. Здесь Brayer нам говорит о том, что каждая модель вручную раскрашена и супер-пуперски детализирована. Я не буду сейчас смотреть, как переводится это слово. Сверху снова логотип Brayer, и сказано о том, что они делают модели лошадей аж с 1950 года. С другой стороны, нам предлагают посетить Brayer Fest. Ребята, я бы с радостью, но, к сожалению, ново по-сюнете. Здесь опять про то, что они такие супер-пуперские молодцы. И опять логотип Brayer. Он был такой интересный раньше. Вы вообще представьте, я сейчас держу в руках коробку 2007 года. Для меня это на самом деле такое событие. Ну, ребят, ей 17 лет, это офигеть. Здесь вот мир Brayer у нас, всякие постановочные классные фотки. Если кому-то это интересно, вот такой текст здесь написан. И вот информация про нашу сегодняшнюю звезду. И вот здесь нам говорится о том, что хотя данная лошадь не получила никакого Оскара, все равно была важной частью фильмов Джона Уэйна и внесла свой вклад в развитие вестернов. Еще раз быстренько покажу коробочку со всех сторон. Мало ли кому интересно, потому что я обожаю смотреть на коробки со всех сторон. А, и да, совсем забыла показать, что внизу. Особо ничего интересного. Только его номер. Дьюк написано. И то, что он выходил в 2007 году. Вот и все. Ладно, хватит уже болтать. Давайте вызволять паренька из коробки. Коробка до меня уже была вскрыта. Сам конь, я надеюсь, не откручен. Заявляли, что нет, но знаете, мало ли что может быть. Надеюсь, сейчас не возникнет проблемы. Мы засыпаем коней. Ой, господи. Вот поближе вам покажу самого Джона Уэйна. Надписи. И, в общем-то, весь сам фон мне очень нравится. Необычный для лошадей брейер. Что ж, попробуем его теперь открутить. Задача тоже знаменитую из дёжки. Слава богу, ножницы здесь. Итак, открутили последнюю. Давай, Дьюк, вызволяем тебя. Исторический момент. Потому что на Ютубе, повторяю, нет ещё ни одного видео, где такое с ним вытворяем. Как себе достать, родной. Видимо, это ещё полбеды. Там всё открутить. Вот видите, брейеры раньше вообще не халтурили. Мне вот недавно пришёл тинкер. Он открывался вполне просто. Открутил, снял. А тут, ребята, 2007-й. Ждите, не мой. Так, всё, последние штрихи. Еле-еле вытаскиваем его в ногу. И всё, у нас Дьюк свободен. Не знаю, зачем я его брендер-коропу поставила. Он такой неустойчивый, кстати. Жаль. Ну, надеюсь, это особой проблемой не будет. Самое интересное, нет ли у него потертостей с стороны коробки. Потому что мы знаем, такое бывает. Особенно у старых пушистей брейер. Что? Мент истины. Нет, на первый взгляд всё идеально. Я не могу. Он такой классный на ощупь. Такой мягенький, приятный. Знаете, не все брейеры приятные в руках. Но вот именно этот, ну, просто пусечка. Он такой же миленький, как и у него мордочка. Кто-нибудь, если у кого-то есть какая-то ещё информация про этого парнишку, напишите, насколько он редкий, что это вообще такое. Потому что, правда, о нём очень мало чего есть в интернете. Наш дьюк породы американский Saddle Bread. Как минимум, мол, точно этой породы. Стоит немного неустойчиво. Вот эта вот ножка как будто бы в воздухе зависает. Но в целом не сильно мешает. По-моему, есть одно видео на ютубе с этим парнишей. И там у его владелица тоже такая проблема с тем, что он немного неустойчив. Видимо, все дьюки такие. С этой стороны у него невероятно красивая поза в такой стойке. Прям действительно movie horse. Звезда. Ну, звезда. Татилос. Татилос-то где у тебя тут, кажется, конкурент? У него невероятно милая мордаха. Выражение лица прям такое спокойное. А вот с этой стороны, кстати, он немножко как будто вечи, как будто прям вечи. Но с этой стороны он точно на лапочках. Издалека этого совсем не видно, но на нем есть такие маленькие пятнышки, вкрапления. Это, видимо, гречка. Если это не так, то поправьте, пожалуйста. Вставлю сюда еще кадр, записанный на телефон. Очень хорошо здесь видны его крапины такие, пятнышки. Кое-где затемнение. То есть он не чисто серый, и тем более уж белый. Все мы знаем, что белые только альбиносы. Хвост развивается очень красиво. Он, кстати, такой довольно плоский. То есть с этой стороны. Вот сверху. Не сказала бы, что он прям селедка, потому что есть у меня в коллекции один конь, который прямо сверху выглядит совсем не очень. Этот довольно-таки такой. Опитанный, да? Мы засиделись в коробочке. Да, подтверждаю, что не вру. Это жеребец, это дьюк. Не какая-нибудь там девочка. Кто мне пишет? Я снимаю обзор. Да не пишите, я снимаю обзор, ребята. Не надо. На ножках у него присутствуют вот такие затемнения возле копыт. Есть каштаны темного цвета. Вот на этой ножке разместилась надпись Брейер. Единственная проблема, которая есть у этого коня, это пожелтевший пластик. Вот на крупе. И, кажется, наверное, где-то еще есть, но при таком освещении не совсем видно. Я не знаю, как это на камере будет, но вживую есть немного, да. Не скажу, что это сильно портит вид модели, но если сильно присматриваться, видно. Дьюк крупный трат. Вот он, например, в сравнении с Зиньятой. Прям отлично смотрится. Ну что за парочка образовалась у нас? Также покажу его рядом с Марвариком. Марварик маленький довольно-таки. И рядом с Дьюком он как с гигантом. И, конечно же, давайте сравним его с Татилосом. Я в начале видео говорила, что Татилос, не боишься стать рядом с твоим конкурентом? Ну, Тотик, конечно, тоже меньше, чем этот Дьюк. Он, походу... Да, он сейчас самая крупная модель в моей коллекции, потому что раньше это была Зиньята, она тоже больше всех у меня. А этот даже выше. Скажу так, переплюнул ли он Татилоса? Ребята, ребята, Татилос... Бог моей коллекции! Нет, конечно, не переплюнул, но безумно мне понравился. Очень рада, что приобрела. Кажется, я все сказала про этого парнишку. Мне кажется, он станет украшением любой коллекции, в том числе и моей. Это, кстати, моя первая светлая. Серая лошадь. Все остальные у меня темненькие. Как-то так. Спасибо большое вам за просмотр. Надеюсь, этот обзор вам понравился, а кому-то даже и помог. И всем пока!